Приветствую вас, Пахполина. Мне кажется, что здесь вы говорите о нескольких моментах, о нескольких нюансах, на которые, мне хочется верить, у меня получится обратить ваше внимание. Первое, это страх сделать что-то неправильное, страх поступить неправильно, страх ошибиться. Страх ошибки родом из детства. Преполагается, что вы не имеете права на ошибку, предполагается, что вы не имеете права сделать что-то не так, а значит предполагается, что вы не можете получить опыт, вы не можете развиваться. Потому что только через ошибку можно развиваться. Кроме этого, вы не принимаете свою неидеальность перед определенным типом людей. Скорее всего, это родительская фигура, а пропилователь здесь родительская фигура. Это очень важный момент, потому что перфекционизм, собственно, это и есть непринятие своей неидеальности, может быть в контексте определенного человека, может быть в контексте себя, ну просто так, определенная такая стратегия. Но, тем не менее, это запрет на ошибку и запрет на рост. И сейчас вам действительно лучше ничего не делать, а чтобы не ошибиться. Напоследок это ведет к определенной инстагнации, к определенному застою, да. Вот, и в итоге этот путь никуда. Поэтому здесь нужно работать над принятием своей неидеальности. В контексте детских, родительских отношений в том числе. Следующий важный момент то, что вы, как справедливо заметил мой коллега Игорь Летучий, правда я отмечу это с несколько другой стороны, находитесь в отрыве от своих желаний. То есть вы слишком серьезно, вы слишком сосредоточены, вам, вероятно, скучно общаться со своими ровесниками, в целом и производите впечатление от человека от человека, который более взрослый, чем, ну... То есть ваш психологический возраст достаточно сильно превышает возраст физический. Вот это, подобный взрослый, также проистекает и в идее о том, что я что-то должна. И от этого вам тоже желательно отходить, да, больше ориентируясь на то, что вам хочется, но при этом и не конфликтуя с тем, что вы, по вашему мнению, оборудование про ваш, ну, ваш такой потенциал для совести, да, вот, и для каких-то социальных норм, которые могли бы отражать то, что вам важно. Важно то, что вам, ну, то, что для вас актуально, например, это вот тоже уходит куда-то вот, ну, куда-то сюда. Вот такой важный момент. Как, я ещё думаю, что вы достаточно серьёзно зависите от оценок, то есть, ну, вам важны оценки, нужны оценки, как мне, опять же. Кажется, я могу ошибаться, вот, ну, и эмоциональный интеллект ваш, поработать с эмоциональным интеллектом, если вы себя как-то вот лучше чувствовали, лучше себя ощущали, вот, это тоже весьма важно для вас. Вот. Крайне, я бы даже сказал, важным для нас. Так что, проблему эту можно решить. Дело за вами. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.